Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает в Ападом. И сегодня речь пойдет о детской литературе. Вот прекрасная книга «Шкатулочные истории» Алены Кашура. Я хочу похвалить в этой книге все, и иллюстрации, и сюжет, потому что мы ее с удовольствием подсчитывали с дочкой, и на кое-какие важные мысли она меня натолкнула. Есть в мультипликации такая особая задача, которую ставит продюсер, режиссер, ставят сценаристы перед художником, перед, ну, скажем так, мультипликатором. Это создание персонажа. Все помнят знаменитые черно-белые фотографии со студии Дисней, где художники рисуют самих себя перед зеркалом персонажей. В частности, гримасы Бакса Банни, улыбка Микки Мауса. То есть люди реально рисовали, глядя в зеркало, пытаясь перенести на абсолютно неестественное, выдуманное лицо, значит, нарисованное, плоское, персонажи, которые очень отдаленно напоминают зайца, да, и уж тем более человека, перенести чисто человеческие эмоции, да, в которые все у нас выражаются мимикой. Необычайно сложная задача. Ведь дело же не просто в анимации, то есть в одушевлении неподвижного рисунка. Дело в том, что в него реально вдыхается душа. Чтобы нарисовать короля льва, требуется сделать так, чтобы львы и тигры с вообще-то кошачьими мордами, не имеющими никаких мимических возможностей для выражения человеческих чувств. Понимаете, что король льв – это история про людей, да? Вот. Это у нас не только песни Элтона Джона, да? У нас там вполне реальная работа аниматоров, проделывавших потрясающую совершенную вещь. Они сделали эти лица человеческими, оставляя их при этом животными. Ну, за пумбу не скажу, там, так далее. Вот. То же самое делает Миядзаки. Он заставляет своих аниматоров в студии, да, заставляет своих сотрудников, заставлял во всяком случае, рисовать так, чтобы это было абсолютной реальностью. То есть реально они разводили костер, смотрели на огонь, прежде чем нарисовать огонь в мультфильме. Они реально, значит, что-то оценивали. Он в ужасе писал об этом, есть воспоминания, я не помню, где-то прочитал, где-то в влогах, да, что Миядзаки в определенный момент обнаружил, что молодые художники, в целом талантливые и трудолюбивые ребята, просто не знают натуру. То есть они никогда в жизни не разводили живой огонь. Они выросли в городской квартире. И, соответственно, они не могут нарисовать мультфильм про это. Точно так же они никогда не видели многих других вещей. Когда надо было нарисовать реалистично пасть дракона из унесенных призраками, помните, там, значит, она должна таблетку в пасть дракону засунуть, и она руку засовывает к нему, значит, в пасть. Ну, дракон это не дракон, это ее друг, он просто превращенный, да, но пасть у него, согласитесь, жуткая. Так ему пришлось привести большую добрую собаку, которая позволяла, значит, играть с ней таким образом, чтобы открыть пасть, показать, как устроены клыки, как идет, значит, захват, вот, и так далее. И чтобы они, художники, рисовали это с натуры. Это очень-очень интересные детали. Так вот, в этой истории, возвращаясь к шатулочным историям, у нас действует мелкая бижутерия, у нас действует мелкий, значит, швейный инструмент. Тут у нас есть ножницы, есть нитка, есть иголка, есть резинка, есть шива, которая в мешке, как известно, не утаишь. Есть бусины очень непоседливые, которые так и стремятся куда-нибудь убежать. Значит, свои опасности грозят этим прекрасным предметом. Здесь на рисунках все вы это увидите. Во-первых, есть страшные щели между досками на полу, да, куда бусинка неосторожная может закатиться, и все. Тут-то ей конец. Есть ужасная пыль, которая, да, вот это вот, особенно любую хозяйку порадует, да. Видите, наперсток какой. Здесь ужасная пыль, которая лежит под шкафом, где тоже можно заблудиться и навсегда потеряться, да. Это очень страшное место. Есть злая сорока, которая прилетает и, значит, похищает блестящие предметы. Ей только этого и хочется, да. Ну, а естественно, те, кто лежат в шкатулке, они хотят следовать своему предназначению. Это вполне себе одушевленные, очеловеченные предметы. И вот сейчас мы как раз про персонажей поймете, почему я рассказываю, да. Которые очень хотят следовать своему предназначению. То есть помогать человеку шить, штопать, заниматься вот этими мелкими работами. Это неописуемо трогательно написано, но самое главное, это очень реалистично. Вот нитка, например, ненавидит резинку. Почему? Да потому что нитка, она гордится своим основным качеством, прочностью. Ее просто так даже зубами не перекусишь. Ее нужны ножницы, чтобы оборвать. А резинка? Ну, кто ты такая, бесхарактерная дрянь? Вон ты как тянешься, то тебя 20 сантиметров, а то тебя полтора метра. Это как? Это что за такая жизненная позиция? Что за самое непостоянство, да? Вот, у них, понимаете, такое коренное различие психологическое прописано. Молния. Есть молния, а есть бегунок. В чем задача жизненная молния, да? Задача жизненная молния соединять, да, а бегунка, а вот то разъединить, то соединить. Ему только бы бегать, он хочет от молнии оторваться и убежать по своим делам, но без молнии. Он абсолютно бессмысленная вещь. Так, запчасти, если разве что разойдется молния на какой-нибудь одежде, да, и нужен будет новый бегунок. То же самое с крючком, который обожает вытаскивать, ну, вязальный крючочек, представляете, да? Обожает вытаскивать, выдергивать нитки отовсюду, из дивана, из ткани, цепляется за одежду, да. Ну, в общем, это не совсем правильно. Но когда он попадает в руки к умелой мастерице, вы понимаете, да, это прекрасное создание, которое очень точно выполняет свою функцию. И вот за создание персонажей Кашули безусловно и пять с плюсом. Потому что они действительно одушевленные. Они действительно, каждый, вот, прописан с пониманием того, для чего он предназначен. И как бы это было бы, если бы они были людьми. Все они живут дружно в шкатулке, там можно валяться где-то на дне отдыхать, можно лежать под рукой, сам на самом верху. Можно забиться в уголочек, можно с кем-то дружить, можно ненавидеть. Прописаны отношения. В общем, это действительно целый маленький мир такой. Городок в табакирке. Только гораздо более реалистичный, чем в той сказке, про которую речь. Потому что там действительно выдуманный городок, городок сновидческий. Недаром наиболее удачные иллюстрации к городку в табакирке. Это иллюстрации такие слегка сюрные. То, что все эти молоточки, значит, которые бьют по этим самым барабанчикам. Это господин Пружина, да, это сумасшествие полное, конечно. Здесь у нас очень реальный мир, очень вечный, очень, который хочется потрогать, с которым хочется подружиться. Вот, которым хочется помочь. И нарисован он точно так же. Очень живо, очень реалистично, простенько. И так, как и должны выглядеть все эти веселые персонажи. Потому что иногда они ссорятся, грубят, иногда они поступают необдуманно. Но в целом это очень добрые вещи. И они живут в добром мире. И в этом добром мире трудолюбие, одно из важнейших, таких вот разлитых по всему абсолютно пространству, нигде напрямую не прописанных сухой моралью, а просто существующие, как данность, как свет и воздух, трудолюбие является одной из важных черт вот этого мира. Прекрасные совершенно сказки, очень полезные для маленькой девочки, я считаю. И мальчику тоже. Потому что мастерить вообще-то, это, ну, вы знаете, кто лучший партнер. Как и повара, мужчины. Извините меня все, и мужчины, и женщины. Ну вот. Но если отличься от этих гендерных шуток, да, то действительно очень полезные сказки. Ну, кроме того, они классно написаны. Коротко, емко, и вот с такими персонажами. Надеюсь, что вы со мной согласитесь, потому что на самом деле персонаж волшебной сказки, это одна из самых важных вещей. Их всего семь, если вспомнить проппо и морфологию волшебной сказки. В общем-то, не так много. И вписаться в эти категории довольно сложно. А в данном случае это, конечно, не классическая волшебная сказка, это разновидность бытовой истории, которая, значит, под сказку маскируется. Но это великолепное совершенно литературное изделие. Это потрясающая совершенно вещь. Вот. Ну вот так вот мне понравились эти шкатулочные истории. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.